С приходом новой городской власти Одесса оказалась наводнена различной рекламой, которая нарушает закон. Одни рекламные щиты восхваляют Костусева, незаконно используя городскую символику. Другие просто поражают своей наглостью и аморальностью. О рекламе, которая не останавливается ни перед чем ради завлечения клиента, далее в сюжете. На пересечении улиц Дворянской и Елисоветинской расположилась будка, торгующая шаурмой. Основная клиентура – голодные студенты. Которые вряд ли будут требовать от этого фастфуда качества. Этим и пользуются недобросовестные торговцы, не имея никаких разрешительных документов на свою деятельность. Не пользуйтесь подобными видами торговли, потому что вы не знаете, кому вы потом предъявите претензии. Как и в данном случае. Мы не видим субъекта хозяйствования, мы не видим его наименования, мы не видим свидетельства о госрегистрации. О каких можно говорить вообще документах о качестве и безопасности данной продукции. Сложившуюся ситуацию усугубляет тот факт, что в рекламе использован образ Майкла Джексона – звезды планетарного масштаба. Более того, музыкант является культовой персоной для многих одесситов. И такое извращение над образом певца абсолютно аморально. Известный человек, очень популярный человек, использован с какой-то долей шутки, иронии, то есть идет определенная дискриминация и подрыв авторитета данной личности перед детьми, перед целым поколением. Из этого следует, что данная точка общепита нарушает сразу несколько законов. Как она могла быть подключена к электричеству, вообще непонятно. Видимо, взятки. В злосчастной будке об этом знают и журналистам не рады. Вы нам предъявите документы, разрешающие эту торговлю? А я не знаю, вот он прицепился ко мне с документами проверяющими. Пускай идти на поддержку. Давай. Сейчас руководитель подъедет, привезет документы. А у вас есть какая-то медицинская книжка или документы на еду? Все находится в руководстве. А у вас тут на месте нет? Нет, все находится в руководстве. Сейчас приедут, привезут вам. Хорошо, а как тогда узнать о качестве продукции на месте? Каким образом? Я вам говорю, сейчас подъедут, все привезут вам. Но никто с документами так и не появился. На кого направлена данная реклама, непонятно. Ведь поблизости находятся два высших учебных заведения. И студенты вовсе не в восторге от издевательства над музыкантом. Это ужасная реклама, вообще просто ужасная. Нам вообще противно смотреть на это. Ну, потому что это все-таки Майкл Джексон, это как бы звезда. И ставить его на рекламу шаурмы, это вообще, это беспардонно я читаю все. В 2009 году в Одессе возле входа в один из ресторанов был размещен билборд с Ангелой Меркель в роли шаурмиста. Шутки шутками, но данный рекламный объект действительно мог вызвать нешуточный гнев немцев. Правда, городская власть работала оперативно. Был наложен солидный штраф на заведение, а позорная реклама была убрана. Власть сменилась и нынешнему горсовету, видимо, плевать на моральный облик нашего города. Денис Соколов, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».